Итак, если у вас возникло подозрение на то, что у вас с контроллером что-то не так, например, заедают кнопки, не нажимаются, стик идет не в ту сторону или что-нибудь в таком роде. Показываю, как их проверить. В SteamVR есть такая утилита, то есть мы открываем рабочий стол, там запускаем Steam каким-либо образом и запускаем в нем SteamVR. Это сейчас через Oculus Quest 2 подключаюсь к ПК по Air Link. Вот у меня тачи видно. После того, как у нас запустилось, сейчас Oculus Home запустился, после того, как у нас запустилось все вот это, мы на левую системную кнопку вызываем меню, здесь идем в настройки, в настройках триггером открываем, здесь у нас есть контроллеры, контроллеры и здесь у нас есть проверить контроллер. Выбираем это и у здесь вот такая тестировка левая рука, правая рука. У меня возникло чувство, что у меня стик на левой руке ведет вправо. Я тут одну запустил, вот и собственно здесь мы можем посмотреть, нажимая на кнопку, теперь он фиксирует как нажатие, так и касание. Синенькое это касание, сейчас я касаюсь триггера, здесь я касаюсь стика, а нажатие беленькое, сейчас я жму на X и жму на Y. Как видим, здесь никаких глюков нет, плюс мы видим, что у нас сенсорный стик и сенсорные кнопки X и Y, а и B аналогично, и триггер сенсорный, и еще он у нас различает силу нажатия, как видите. А вот грипп у нас не сенсорный нифига, но силу нажатия тоже различает. А касательно джойстика, вот он, это движение. Я думал, что оно сейчас начнет залипать, но как видим, в принципе, тут все нормально. Для сравнения сейчас покажу правую руку, где никаких подозрений у меня нет на то, что что-то не так. И если вдруг заглючило что-то, просто перегрузите, я квест перегружал в данном случае. Здесь аналогично у нас кнопки A и B, а X осталось зажатая, это глюк. Это тоже самое с триггером. И можно посмотреть, как себя ведут стик на правом таче. То, что он идет не совсем горизонтально, это носить аналоговое. В принципе, неудивительно, что они прям не точно попадают туда, куда и надо. Так что надеюсь, вам это небольшое видео пригодилось.